Сама вот эта музейная функция периода императорской России, она была не случайной. Коломенская не просто так выбрала Россию в качестве своего музея. Ну, не наугад, среди, конечно, тоже сотен и тысяч других объектов древности, которые в России были. Дело в том, что Коломенское обладает рядом преимуществом. Оно отдалено от центра города Москвы. Очень сильно отдалено, это сегодня мы доезжаем сюда, да, за 15 минут из центра. И фактически мы считаем это центром города сегодня, одним из центральных районов. В моем детстве это был очень дальний пригород, я даже слово пригород бы не использовал. То есть это была достаточно труднодоступная зона. А в то же время это был маленький второй Кремль. Так сложилось в жизни, что Коломенское стоит рядом с Кремлем, рядом с Москвой в течение всего существования города. Фактически мы не будем брать самый ранний период возрождения Москвы в 12-13 веках. Но с 14 века Коломенское мы уже находим в документах великокняжеской семьи. Это часть великокняжеского домена. И чем дальше, тем больше. Именно Коломенское становится летней резиденцией, как она всем хорошо известна, летней резиденцией московских царей. Которую функции выполняют в течение 16-го и 17-го веков в основном. Вот эти два столетия. А эти два столетия что такое? Это и есть вся история Московского царства. Московское царство существовало недолго. Она не очень успела себя проявить, не очень успела себя выразить ни в культурном отношении, ни в каком-то цивилизационном. Ну, сделала очень много, безусловно, на практически диких равнинах. Но все-таки до конца не раскрылась и трансформировалась вот эту вот большую имперскую систему Российской империи. 12-13 веков не очень выраженные, но присутствуют. Здесь, безусловно, очень яркий 16-й век, как я уже сказал, с тремя каменными церквями. Здесь замечательный 17-й век с Творцом, который сейчас восстановлен из Казанской церкви и с многими другими постройками. И под всем этим есть очень надежная, интересная историческая канва, текстовая, вот под этими памятниками. Все это погружено, и мы всегда склонны это забывать, в исторический ландшафт. Вот то, что здесь кругом нас, это, в общем, тот же неизмененный, почти неизмененный рельеф. А это очень важно. Растительность, конечно, с веками меняется. Но здесь много реликтов древности. Здесь замечательные, значит, ландшафтно-климатические зоны внутри. И я обращаюсь к этой теме. Это маленький Кремль. Здесь можно найти абсолютно все, что можно найти и в Кремле. Здесь такие же надгробия, как в Кремле. Здесь такие же погребения с таким же антуражем, как в кремлевских соборах. И на кремлевских ранних кладбищах. Здесь такая же архитектура. Просто она не так густо, так сказать, вот здесь устроена. Но она и лучше сохранилась. В том смысле, что меньше перестроена, меньше переделано зачастую. В основных своих частях эти памятники до нас дошли в своем первобытном виде. Петр Девевич Барановский нашел чрезвычайно важный, чрезвычайно яркий ход для формирования этого музея. Если все остальные музеи, это были, ну, большинство, во всяком случае, просто собрания, просто коллекции. Вот на базе какой-то усадьбы, библиотека, галерея картинная, скульптуры какие-то, что-то из прикладного искусства. В общем, всего понемножку. Тутти-фрутти. То здесь Петр Девевич сразу выбрал линию. Чрезвычайно важную и в смысле историко-культурном, и в смысле охраны памятников. Для того времени он формировал музей Коломенское, как архитектурный музей-заповедник. Вот эта линия архитектуры, на которую можно было нанизывать, на которую можно было накручивать, буквально как по резьбе, все, что вокруг в то время происходило историко-архитектурного. Ну, а что именно? Разрушались храмы в массовом количестве в Москве. Можно и нужно было спасать части этих храмов, куда-то их свозя. Здесь было удобно, здесь было пространство, здесь было не очень все-таки под надзором у власти, но трудно найти в России место совсем без надзора. Но все-таки подальше, все-таки не совсем вот в центре города. Здесь начал складываться сразу коллектив вокруг Петра Дмитриевича. И среди этих людей, которые будут сопровождать его, мне хотелось бы отметить, конечно, великого русского фотографа Борщевского. Мы видим сегодня, как это работает. Борщевский сегодня мировая величина в области фотографии. Его негативы стоят, ну, если уж на то пошло, безумных денег. Они достаточно широко известны. Их коллекционируют лучшие музеи, лучшие собра, лучшие фототеки мира. Здесь, в Коломенском, хранится великолепная коллекция позднего Барановского. Такого Барановского, которого вообще нигде нет. Можно, так сказать, рассуждать о том, что его ранние коллекции – это съемки памятников мирового значения, так сказать, утраченных каких-то предметов древности русских и так далее. А здесь это пейзажи Коломенского, это памятники Коломенского, это жизнь Коломенского, какие-то первые раскопки в Коломенском. То есть набор такой, казалось бы, скромный, домашний. Но, во-первых, это все равно Барановский. Во-вторых, это летопись Коломенского, фотолетопись, довоенная, полная фотолетопись Коломенского. И среди этих снимков очень много интересных. Я не говорю уже об их художественном уровне. Барщевский всегда Барщевский. Значит, вернемся к идее архитектурного собирания. Кроме разрушенных храмов, а вместе с храмами сразу, уйду в сторону, попадали не только детали архитектуры, не только детали строительных каких-то материалов, но и надгробия в большом количестве. Здесь образовалась великолепная коллекция надгробных памятников. А что такое надгробия? Это ранние эпиграфики. Таким образом, в Коломенском появилась коллекция до сих пор неоцененная. Но, кроме этого, Петр Дмитриевич начал собирать все, что касается архитектуры. В том числе и прежде всего иконы с архитектурными фонами. То, чего никогда никто до него не делал, и я не слышал, чтобы кто-нибудь делал после него. И здесь образовалось уникальное собрание икон, на которых изображены в основном русские монастыри, в основном русского севера и северо-запада, ну и другие отчасти. Это действительно великолепное и вполне уникальное собрание. Что еще в этой линии? Конечно, мы должны вспомнить его добром и за начало той линии, которая продолжается сейчас активно в музее и которая продолжалась в течение всех 95 лет существования музея. Это демонтаж и перевозка на территорию музея памятника деревянного зодчества русского, прежде всего, северного. Петр Дмитриевич это начал. Он дал прекрасные образцы, как это делать, прекрасные примеры. Он привез сюда замечательные экспонаты, которые все мы с детства здесь видели. И сейчас эта коллекция неизмеримо умножилась, выросла. И много других музеев, можно сказать, выросло из этой коллекции, не только коломенская. По всей стране стали появляться потом музеи деревянного зодчества, в которые свозятся и свозились. Памятники о том, что-то угрожает разрушению, которые просто заброшены, стоят где-то в далекой местности, где невозможно не гарантировать их сохранность и невозможность доставка, невозможна доставка к ним большого количества зрителей. Поэтому уже приходится доставлять их, да, и заодно спасать, заодно сохранять. Безусловно, в этой же линии находится, как кажется вам странным, реконструкция дворца Алексея Михайловича. При любых разговорах, при любых, так сказать, атаках на него, это любопытное явление, любопытная затея, лежащая абсолютно в русле вот этого вот демонтажа и новой сборки объектов. Но в данном случае мы имеем дело просто с объектом, который был демонтирован до нас, задолго до нас, сохранил какие-то формы фиксации и описаний, и эксперимент по его сборке, там можно уже отдельно говорить о деталях этого эксперимента, безусловно, был важен, интересен. И он нашел, мне кажется, нашел уже место и в музейном русском строительстве современном, и в жизни Москвы, в жизни москвичей, которые, в общем, полюбили. Постепенно начинают все больше любить, что ли, посещать этот объект, помнить о нем, знать его. Вот такие основы были заложены, значит, Брановским. Надо сказать, что среди них были какие-то линии, которые не сразу даже получили развитие. Ну, например, коллекция из Ростов. Да, она появилась при Петре Дмитриевиче, он собрал достаточно хороший материал, достаточно хороший фонд. Он был, как известно, путешественником и много привез строительных материалов и из кавказских своих экспедиций. Что-то подобралось здесь и среднеазиатское, и центральноазиатское. В общем, здесь постепенно сформировалась хорошая коллекция строительных материалов. Не буду стесняться и скажу лучшее в стране. Я не знаю другой коллекции строительных материалов, которая была бы настолько богата и настолько хорошо организована, настолько хорошо изучена усилиями Светланы Измайловны Барановой, которая практически переняла эту эстафету Барановского. Причем не просто она ее переняла, она ее трансформировала и, как бы сказать, структурировала. Петр Дмитриевич все-таки для него это не было самой главной темой, московский изразец, хотя он собирал. И потом здесь, значит, часть коллекции сюда попала гима, тоже, которая там, ну, как бы это выразиться, в богатейшем собрании гима русские изразцы не составляют особо важного раздела, вот скажем так. Там есть какие-то вещи, которые кажутся людям более интересными. На самом деле это не так. Я бы сказал, что почти ничего нет такого же интересного, как русские изразец и русская строительная керамика. Для понимания того, что такое ранняя Москва, что такое в том числе и, значит, ранняя Коломенская, потому что часть этих изразцов происходит просто из наших собственных раскопок на территории дворца Алексея Михайловича. Но, так или иначе, коллекция, коллекционирование вот это было, конечно, строительных материалов заложено тоже Петром Дмитриевичем. И то, что мы пожинаем сейчас, пожинаем в какой-то степени плоды его посевов. Хотя они потребовали тоже большой культивации в течение десятилетий. И не только Светлана Измайловна, игра, значит, ее предшественница, много работавшая с коллекцией изразцов отдавала... Музей всегда отдавал должное тем собраниям, которые были на его территории, которые сформировались на его территории с посыла Петра Дмитриевича. И очень часто говорят о Петра Дмитриевича как о реставраторе, как о человеке, который многое обмерил, так сказать, да, много собрал информации. Но я бы сказал, что, наверное, самым большим совершением в его жизни творческой было, конечно, создание музея Коломенское, которое получило огромное развитие в дальнейшем, которое вот существует уже 95 лет, которое приносит все новые и новые плоды, которые невероятно способны к саморазвитию. Понимаете? Потому что меняется мир, меняются люди в нем, другие совершенно требования предъявляются к музеям, другие возможности появляются и для изучения, и для реставрации музейных коллекций, для их хранения. И поскольку я... так уж случилось, что я в течение всей жизни был связан с Коломенским, я, конечно, пронаблюдал вот этот процесс трансформации музея. В 10-м классе я сюда попал впервые посмотреть этот памятник, уже, конечно, зная о нем, прочитав о нем в литературе, восхитился. Был в полном, значит, трансе. Особенно от вот, когда выходишь из подарки передних ворот на площадь Вознесения, и раскрывается вот этот весь гигантский простор, Москва, дельта, простите, долина Москва-реки, и заречные дали фантастические совершенно. В то время не были они застроены, и расстелались поля до самого горизонта, и они были разного цвета. То есть, капустное поле было другого цвета, чем морковное, издали эти разные зеленые. Ну, это была фантастика полная и голубые, совершенно Леонардо да Винчевские дали вокруг. И, значит, вот подпорная плотина, красоты невероятные все это было. Это и сейчас очень красиво, несомненно. И вот этот эффект внезапного взмывания Вознесения при выходе из подарки, он сохраняется. Я всем рекомендую, кто хочет впервые увидеть Вознесение, не смотреть на него издали, а вот подойти сначала к задним воротам, а потом не спеша выйти из подарки. Вот это прием. Это надо отметить, прямо, мне кажется, в музейной экспозиции большой. Точка зрения, сценическая точка, как пишут на Западе. Да, так вот, возвращаясь к музею. Ну, что это был тогда музей? Потом мне здесь в 70-х годах пришлось работать как археологу. И тоже наблюдать, как вот это все развивается. Был чудесный музей, такой, если хотите, сельского немножко типа, с протоптанными зимой в снегу дорожками, с топящимися печками в палатах, с невероятной красотой разнотравьем вот на всех лугах, в том числе там, где мы сейчас стоим. Вот ровно тем, что отличает русское поле от всех других полей. Вот это фантастическое здесь, в Коломенском. Можно было каждый день рвать огромные букеты из этой травы и цветов, которые сами растения, никто их не сажал. Вот. В общем, очень много здесь было хорошего, но это было такое скромное. И в этом работали самоотверженные труженики. И в основном труженицы, конечно, потому что это был такой, как и все наши музеи, женские, конечно, музеи здесь. Очень много ученых и смотрителей занимались коллекциями, изучали их. Музей был ярким, несмотря на то, что коллекция производила, может, благодаря этому огромное, большее, чем обычно впечатление. И затем мы наблюдали усилия и директора Черняковской, и обнесение огромной территории вот этим вот забором. Мы должны помнить, что музей – это огромная социально-экономическая структура, это огромная административная работа, которую нужно осуществлять, которую нужно планировать, в необходимости которой нужно убеждать руководство зачастую. Потому что нет структур на свете, которым не нужно бороться за жизнь, испытывая какую-то конкуренцию. И таким образом, значит, все каким-то образом музей трансформировал всегда вокруг себя, к себе на пользу административный корпус. Торчали руины еще одной башни бетонной, которую собирались здесь построить в 60-е годы. И не только усилиями борцов за сохранение наследия удалось остановить этот процесс и потом объяснить руководству городскому, что не нужно на этом месте еще одну башню, что она не так много добавит квадратных метров жилой площади. А в то же время она навсегда испортит замечательный вид Коломенского, который вот открывается с нашей площадкой от главного входа. И также у меня на глазах эта отвратительная руина остановленная превратилась вот в то, что мы имеем сейчас. Не только комфортабельнейший корпус, но и прекрасное хранение по тем временам. Просто это был, как тогда бы сказали, 21 век, но мы уже в 21 веке и так есть. И потом трансформация Атриума в отличную, на мой взгляд, тоже уникальную выставку, которая постоянно действующая, которой нету больше не только в Москве, но и опять-таки нигде в России, выставку строительного дела, строительных материалов. Интересный, может быть не очень уж посещаемый, но очень важный для истории русской культуры, конечно, объект. Эта выставка демонстрирующая те богатства, которые опять-таки Петр Дмитриевич тогда заложил. И очень попадающий в это направление истории русской архитектуры. То есть даже как археология, которая происходила здесь вокруг. Вот эта трансформация, это тоже трансформация, это тоже музейная, важная музейная работа. Тогда была сделана огромная научная работа по поводу церкви Вознесения, которая до известной степени была продолжена и последней реставрацией 2000-х годов, когда тоже мы смогли довольно много здесь, в этой зоне изучить. Ну, я не буду говорить о современном состоянии музея. Я думаю, что есть люди, которые заботятся сейчас о его развитии, о том, как он будет двигаться дальше, и будут существовать еще и еще. Но можно о каждом памятнике говорить много, потому что это действительно прекрасная церковь, сохранившаяся в ландшафте. Вот все, что я до сих пор говорил о музее, и можно приложить к церкви Вознесения. Это мало перестроенный, мало испорченный реставрациями или другими какими-то способами памятник начала 16 века, который демонстрирует миру уникальность русской культуры. Да, это критерии ЮНЕСКО, я называю их своими словами, но они таковы. Который мало, вот я уже сказал, испортен, он аутентичен, и он погружен в аутентичный ландшафт. Здесь, конечно, нет архитектурной среды 16 века, она, конечно, не дошла до нас деревянная, но ландшафт сохранился. И вот это вот три важных критерия, которые позволили Вознесению наряду с Кремлем войти в список памятников ЮНЕСКО. И я считаю, что он абсолютно этого заслуживает. Когда он входил еще в этот список, правда, не было еще очевидным для всех, что это не просто памятник московской культуры начала 16 века, это памятник действительно мирового значения, это памятник совместной работы европейских и русских мастеров, это памятник усвоения москвичами русской нации европейской культуры на самом высоком причем уровне, в самых высоких ее проявлениях, причем раннего усвоения, то есть практически синхронного с рождением культуры нового времени, поскольку это 30-е годы 16 века, завершающий этап Возрождения, и вот оно, это Возрождение приходит к нам сюда, хотя бы в таких немножко эготизированных формах. Но не это все важно. Важно, что мы в течение вот этих реставраций и работ в архивах, и работ с литературой, и изучения других памятников смогли с Андреем Леонидовичем Баталовым доказать, на мой взгляд, стопроцентно доказать, что этот памятник относится к числу европейских памятников, безусловно, русско-европейских, не чисто европейских, в этом отчасти его прелесть, это не просто какой-то абсолютно готовая форма, пересаженная с европейской грядки на московскую, а это трансформированное, очень сильно трансформированное явление, имеющее глубокие связи со всем Средним Наморьем, с традицией строительства храмов гроба Господня на других территориях, со строительством дворцовых копел романского и построманского периода. Одним словом, богатейший по культурным связям, по культурным традициям объект, действительно не зря попавший в список ЮНЕСКО, я надеюсь, который всегда в нем останется. И вот это состояние объекта ЮНЕСКО, ведь очень воздействует на сам музей, на его ландшафт. Достаточно сказать, что если бы не вот это вхождение в список ЮНЕСКО, то вполне возможно, что не удалось бы отстоять идею того, что конструкция дворца Алексея Михайловича должна быть произведена где-то в другом месте, не на его исторической точке. А историческая точка должна сохранить свои исторические коннотации, свое нынешнее состояние, так сказать, с минимальным вторжением. Вот эта вот охрана Коломенского от вторжения теперь осуществляется, конечно, благодаря Церкви Вознесения. Это своего рода палладиум такой теперь музея Коломенское. Ему всегда можно оперировать, всегда можно вспомнить о том, что не так уж и много у нас трех десятков, по-моему, объектов ЮНЕСКО в стране нет, и в числе есть, значит, вот Церковь Вознесения. Мы, конечно, ведем большую работу, чтобы этих объектов стало больше, но пока что их не очень значительное количество. По пальцам. Не до конца ясна функция подклета. Вот мы для себя решили, что, наверное, у него нет особой какой-то специфической функции. Это подклетка-субструкция. Это специальный этаж, на котором отбысится само здание храма. Какого-то узкой какой-то функции, ну, погребальный, например, вы знаете, у него во всяком случае не прослеживается. Мы не можем знать, не планировали ли, не планировал ли Василий Третий, например, устроить здесь какую-то внутреннюю усыпальницу. Но он ее не устроил. И никаких следов этого нет, и никаких, да, для этого соображений у нас нет. Что это не просто склад, как при мне использовалось, так сказать, для хранения белого камня. Это тоже понятно. А, в 17 веке, так что тут только не хранилось? Я и говорю, это, безусловно, не склад, не хранилище. Но это подклет, да, подклет и церквей часто так использовались. Но мы не можем утверждать, что для этого строился этот подклет. Нет, его функция была другая. Это была архитектурная, ну, кулиса хотите, не кулиса, не совсем, архитектурный подиум. Итальянские архитекторы вообще очень боялись строить на московской почве. Для них вот эти наши пески, какие-то, ну, другие глины какие-то, не представлялись надежными. Они искали все-таки скалы, им нужна была скала. Поэтому вот здесь, в церкви Вознесения, фантастический фундамент, это настоящая искусственная скала. Огромная, многометровый монолит, на который это все можно было поставить. Кажется, когда это придавило склон, уже на это можно было ставить любого веса. Но, тем не менее, стоит все-таки вот свечка такая, понимаете, высокий памятник над рекой. Нужно было бы как-то противостоять любым, значит, подвижкам каким-то. Вот так они, запас прочности. Толщина стенок – это запас прочности. Потом они при толщине своей, большой, они же очень прорезные. Там очень много, понимаете, много окон, много всего. То есть это не такая уж большая масса. Просто толстый опор, если можно так выразиться. Она очень хорошо инженерно построена. Это не излишний хоть запас прочности. Там все это опирается на нужные точки. И вот эти точки действительно жутко массивные. Вот и глядит высота же больше 60 метров, понимаете. Это нужно было все держать. Было немножко, конечно, страшновато. Вот это строить. Отземных ходов не существует. Отземные ходы, как идеи, вообще достаточно редко встречающийся. Сюжетно бывает, безусловно, но редко встречается. Здесь, в Коломенском, есть много водосбросов подземных. Они арчные такие подземные сооружения. Ну, как сейчас трубы мы прокладываем для тепла, для того, для другого. Инфраструктура. Вот такая подземная инфраструктура здесь 18 века есть. В 17 веке она была деревянная. Это были просто трубы в глубоких траншеях. А в 18 веке стали строить водоотводы. Вот здесь прямо по церкви Вознесения проходит замечательный белокаменный водоотвод, который мы два или три раза раскрывали, с колодцами прекрасными, для того, чтобы можно было спуститься, немножко почистить. Но в целом он не ход. По нему нельзя идти, по нему даже проползти очень трудно. Он не такого размера. Ну, как водосток, как обычный канал водостока. Такие есть здесь. У Вознесения нет ничего подобного. Ничего. История с попытками что-то такое найти, конечно, обнаруживает излишний энтузиазм. Да, достойно лучшего применения. Вот. Какие еще? Замечательный трон, каменное кресло, стоящее посредине Восточной галереи. Мы посвятили этому отдельную главку. Но нельзя сказать, что мы точно все-таки знаем, что это такое. В начале XVIII века это определялось как царское место в смысле седалища. Где вот любил располагаться царь, поэтому, значит, в небольшом объеме беседки каменной, значит, вот какое-то место царское. Возможно, какие-то предполагались действительно и приемы, и визиты. Дело в том, что церковь Вознесения была все-таки очень хорошо видна, и с нее было очень хорошо все видно. А процессии мы знаем, что здесь были большие процессии. Сюда приезжали иностранные послы. На лугах, напротив реки, на Гае пригоняли стотысячные вот эти вот табуны, которые здесь располагались. И здесь же с их ханами заключались всякие договора, велись переговоры. Вполне возможно, что это все-таки не, как бы это выразиться, не сакральное совсем уж, не церковное сооружение, а все-таки какая-то часть действительно царского быта, которым и до конца царского парадного притворного быта. Тем более, что вот мы тронов довольно много знаем в церковных пространствах, и считая, что перед нами дворцовая капелла, а по характеру это и есть дворцовая капелла Василия Третьего, вполне возможно, что он в этой дворцовой капелле, как почти во всех европейских дворцовых капеллах, построил для себя то, что мы назвали бы троном. Смесь в сознании людей разных совершенно явлений. Существует сегодня не очень ловкое, я бы даже сказал, ну, ублогое где-то понятие, архитектурная икона. И смысл, который в чем? Тут где-то есть первообраз, ну, вот храм Гроба Господня в Иерусалиме, и вот строится в Новом Иерусалиме собор Ново-Иерусалимский, как копия храма Гроба Господня. И вот получается, что вроде бы Ново-Иерусалимский собор – это архитектурная икона, архитектурный образ, архитектурное повторение того, что там. На самом деле это неправильно, это не архитектурная икона, это действительно реплика, это воспринималось как реплика, как новый храм Гроба Господня, как сам Гроб Господня. За его посещение полагалось бы в Европе, во всяком случае, индульгенция, прощение грехов, как за посещение настоящего Иерусалима. То есть это другая модель, модель переноса святости. Человеческое сознание так устроено, что будет здесь 7 столпов, или 4, или 12, или 3. И согласитесь, что ко всем к ним есть какое-то номерологическое, символическое объяснение. Поскольку нам никто этого не завещал, мы нигде не видим этого текста, его нет, понимаете, да? То, вероятно, строители нам его не предлагают. Они так не думали. Мы можем думать что угодно, это другое дело. Мы в своем восприятии можем пользоваться тем набором информации, который нам близок, свойственен. Ну, это будет, это нельзя опрокидывать туда. Это будет модернизацией и даже хуже. Вы как бы свои персональные знания и незнания навязываете нашим предкам-строителям, понимаете? Ну, вот как-то так. Не знаю, отвергал я на ваши вопросы. Спасибо.